Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Крачева Черкесия». События понедельника в репортажах наших корреспондентов в главной новости. Институт независимых наблюдателей уже доказал свою состоятельность. Черкески открыли общественный штаб по наблюдению за выборами в Госдуму России, которые пройдут осенью. Право сидеть на этом месте предоставляется ученикам за хорошую успеваемость. В гимназии номер 13 Черкеска открыта парта героя, посвященной Герою Советского Союза Умару Хабекову. Как оградить детей от наркомании и сохранить здоровье нации, о профилактике наркомании среди подростков говорили на общественном родительском собрании в 11-й гимназии Черкеска. В ее мастерской можно встретить старинную одежду в оригинале. Особенности народа, его культуру и традиции мастерица Фаризат Сулпагарова отражает в одежде в этническом стиле. В Черкесске состоялось открытие общественного штаба по наблюдению за выборами в Государственную Думу Российской Федерации, которые пройдут в сентябре этого года. За ходом все избирательные кампании будут следить более 500 общественных наблюдателей. Аслан Гирюгов продолжит тему. На совещании было отмечено, что в преддверии сложных и ответственных выборов в Государственную Думу необходимо объединиться и совместно подключиться к экспертному сопровождению на всех этапах предвыборной гонки. Именно поэтому организован общественный штаб по наблюдению за выборами до выдвижения кандидатов на выборы, и он будет действовать до конца кампании, то есть до 30 сентября 2021 года. Общественный контроль за выборным процессом обязывает общественную палату Российской Федерации и общественные палаты всех регионов обеспечить подготовку и проведение назначения наблюдателей на каждый избирательный участок. Вы знаете, с 2018 года мы обучаем и направляем наблюдателей на каждый избирательный участок, и за этот период такой институт независимых наблюдателей уже доказал свою состоятельность. Работа штаба будет организована при поддержке Общественной палаты Российской Федерации и Ассоциации независимый общественный мониторинг НОМ. В состав штаба вошли члены Общественной палаты Республики, эксперты, юристы, представители уполномоченных по правам человека в Карачаево-Черкесии, представители медиасферы, лидеры общественного мнения. В структуре штаба выделено правовое направление – группа подготовки наблюдателей, мониторинг СМИ, мобильные группы. В течение месяца мы должны провести полностью учебу общественных наблюдателей, которые будут работать в день выборов на избирательных участках. Что здесь предусматривается? Обычно это золотой стандарт, разработанный он и применяется у нас уже неоднократно в ходе проведения выборных кампаний, где будут даны рекомендации, что делать общественному наблюдателю до проведения выборов и в день проведения выборов на кампании. Задача штаба не только набрать и обучить наблюдателей, но и контролировать, чтобы на территории во время избирательной кампании не было нарушений, пресекать их и следить за соблюдением равенства прав всех участников избирательного процесса. Аслан Гирюгов, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. В рамках Всероссийского образовательного проекта «Новая школа» в гимназии номер 13 Черкеска была открыта очередная парта героя. Она посвящена Герою Советского Союза Умару Хабекову с торжественным мероприятием Альбина Ламкова. Великая Отечественная война – самое суровое испытание, которое выпало на долю нашей страны. Все ужасы, трагедию героизм людей невозможно забыть. Война не щадила никого, коснулась каждой семьи. Именно поэтому эту тему неустанно поднимают среди подрастающего поколения. А проект парта героя – один из методов сохранения истории. Чтобы дети помнили, какой ценой был завоеван мир, сколько жизней было отдано и какие героические поступки совершали советские солдаты во время Великой Отечественной войны. Одним из таких воинов был наш земляк, герой Советского Союза Умар Хабеков. Он родился в ауле Малый Зеленчук. После окончания местной школы планировал учить детей к грамоте. Но судьба распорядилась иначе. Умар Хамидович с самых первых дней, как и миллионы других солдат, встал на защиту Родины. Его героические подвиги не забывают на родной земле, так и за пределами нашей страны. До победы оставалось чуть меньше месяца, когда вражеская пуля сразила отважного капитана в Вене. В бою за плацдарм Умар Хабеков пал смертью храбрых, похоронен на центральном кладбище в Вене, рассказали гостям ведущие торжественного мероприятия. После представления всем подробной биографии героя Советского Союза Умара Хабекова, парта героя официально была открыта. На ней представлена подробная информация об Умаре Хамидовиче. На школьной парте будет размещен QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал, где можно будет посмотреть фотографии героев и узнать интересные факты из их жизни. А право сидеть на этом месте предоставляется ученикам за хорошую успеваемость в учебе и активное участие в жизни школы. На мероприятии отметили, что в гимназии успеваемость на хорошем уровне и немало отличников. И все же пришлось выбрать, кто будет одним из первых сидеть за партой героя. Такая возможность выпала Фариде Джаддоевой и Умару Калнеязову. Школьники очень благодарят за оказанную им честь. Ведь такую возможность может получить каждый при достаточном труде и усилиях. Все, что я хочу завидеть, это то, что я уверен, что наши сверстники, а также наши дети и внуки, должны помнить и уважать подвиг, совершенный таким героем, как Умар Хабеков, ради чистого неба над нашими головами. Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибуков, Вести, Карачаево-Черкесия. МЧС информирует, в период с 15 по 16 марта в Карачаево-Черкесии в горах лавина опасна. Но сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. Слово нашим синоптикам. Карачаево-Черкесия. Температура ночи минус 1, плюс 1, днем 10-12 градусов тепла. Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной, легко. ПСБ. Банк сильных людей. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 19 410 человек. Из них 17 929 выздоровели, 165 человек госпитализированы. Уберечь детей от негативных явлений зависит от атмосферы в семье. В 11 гимназии Черкеска прошло общешкольное родительское собрание на тему здоровья нации и профилактика наркомании в подростковой среде. В мероприятии приняли участие представители духовенства, сотрудники МВД и профессиональные психологи. О том, как уберечь свое чадо от пагубной зависимости, расскажет Алихан Лепшоков. Эта беда может прийти в каждый дом, поэтому необходимо регулярно проводить такие встречи. На родительском собрании гости подробно рассказали о том, как нужно проводить беседу с ребенком. Сейчас самым популярным в среде молодежи стали так называемые аптечные наркотики или снюсы. В свою очередь педагоги подчеркивают, что такое тесное взаимодействие позволит оградить детей от наркомании и сохранить здоровье нации. По последним данным, возраст этой проблемы, он как помолодел, на 11 лет. Сейчас, у нас в Черкесии не так актуально, а в России 8-летние дети, 9-летние дети, школьники уже употребляют снюсы, всякие психотропные вещества. В ходе встречи представители наркологического диспансера подчеркнули, что несмотря на пандемию, количество по стране употребляющих наркотические вещества среди молодежи увеличилось. И очень важно выявлять их на ранней стадии и оказывать свою временную помощь. В первую очередь очень хочется, чтобы родители не самоустранялись от профилактической работы в семье. Ведь по статистике родители узнают о зависимостях своих детей, в первую очередь последними. Как ни странно, хотя вроде бы казалось, что они больше всех наблюдают за ними, лучше всех знают своих детей, но статистические данные здесь неумолимы. Поэтому, конечно, очень хочется, чтобы семья в первую очередь, во-первых, она оказывала правильный пример. Сами родители тоже вели правильный образ жизни и формировали у своих детей правильное представление о здоровом образе жизни, о привычках и так далее. Также представители духовенства подчеркнули пагубность для общества наркозависимости. Педагоги и родители с особым вниманием слушали советы специалистов и задавали свои вопросы. Было отмечено, что подобные встречи позволяют узнать необходимую информацию, которая позволит сохранить наших детей от чумы 21 века. Я считаю, что нужно проводить определенные мероприятия. И в то же время ребенок с раннего детства, еще в рамках семейного воспитания и начиная с начальной школы, должен осознавать негативное значение наркотиков. То есть это та покупная роль, которую могут играть наркотические средства. Это все должно внушаться не только в процессе проводимых мероприятий, но и также внутри семьи и в школе. Руководство образовательного учреждения уверено, что общими усилиями возможно противодействовать любым негативным явлениям среди подрастающего поколения. Олег Халебшоков, Ольга Савенко, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Впитав в себя многовековые традиции, она продолжает наследие старших, привнося в собственные идеи, на современный лад вносит вклад в сохранение самобытной культуры карачаево-балкарского народа. Героиня нашего сюжета Фаризат Салпагарова уже много лет шьет одежду в этническом стиле. Она считает, что национальный наряд – это воплощение особенностей народа, культуры и традиций. В гостях у мастерицы Фаризат Салпагарова и в Малокарачаевском районе побывала Алла Качиева. Я черпаю вдохновение, что ли сказать. Вот это очень древняя книга, автор ее Кузнецова. Здесь она описывает древнее искусство карачаевцев и балкарцев. Очень много интересного и про одежду, и про быт, про то, какие были орнаменты, что эти орнаменты означали. Обо всем вот в этой книге можно найти. Это вот наши киизы знаменитые, вот войлочные шляпы, которые носили наши деды. Достоинством этих войлочных шляп, равно как и бурок, было то, что они не пропускали воду, защищали от ветра, холода и жары, рассказывает Фаризат Салпагарова. Она не только мастер по пошиву национальной одежды, но и большой знаток истории карачаевцев и балкарцев. Обычаи, традиции, этнические особенности народа интересует Фаризат со школьной скамьи. Любовь к шитью и вышиванию привила и мама, которая считала, что горянка обязательно должна быть хорошей рукодельницей. Чуть повзрослев, Фаризат начала изучать литературу по народным костюмам, а позже и коллекционировать старинную одежду. Фаризат Салпагарова не только хорошо шьет и вышивает национальную одежду, но и вносит свой посильный вклад в сохранение культуры карачаево-балкарского народа. В ее мастерской можно встретить старинную одежду в оригинале. Так, вот этому башлыку и этой детской черкеске около 70 лет. Мужской национальный костюм старину точно сидел на фигуре. Был удобен, не стеснял движений и позволял свободно пользоваться любым оружием. Изготавливался из прочной натуральной ткани. Мастерица сегодня воссоздает образы мужчин 18-19 веков. Выбирает материал, разрабатывает лекала, даже пуговицы делает вручную, как в старину. Именно к национальной одежде я пришла, конечно, чуть попозже. Это мне стало интересно, когда наши лекала, наш крой начали забываться. Мы перестали это все воспринимать. И мне стало интересно, мне захотелось это все сохранить в первозданном виде. И поэтому вся эта литература, все эти источники, все то, что я пытаюсь делать, пытаюсь донести, это чтобы сохранить былые традиции. Она родом из Кабардино-Балкарии. Супруг Рамазан из Карачева-Черкесии. Партняжным ремеслом Чита Салпогаровых занимается около 30 лет. В совместном семейном и творческом союзе и рождаются вот эти национальные платья. Покрой, шитье и вышивание – дело рук жены-мастерицы. А орнаменты рисует муж, который является профессиональным художником. Сегодня они научились совмещать в изделиях современные тенденции и вековые традиции. Одежду отделывают бисером, монетами, жемчугом, украшают золотой тесьмой или же расшивают золотом, серебром, как в старину. Карачаевское национальное платье всегда отличалось особым шиком – утонченностью формы, богатством, красотой отделки и украшений, привлекать своей оригинальностью, изяществом и благородством. Такая одежда придаёт владелице самобытность и неповторимость. Национальный костюм – вне времени и моды. Семью Салпагаровых радует, что сегодня молодёжь стала чаще возвращаться к истокам. И секрет этого ремесла передаётся из поколения в поколение. Ведь народ жив тогда, пока живут его традиции, обычаи и самобытная культура. Алла Качиева, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия, Малокарачаевский район. Таким был понедельник, Карачаева-Черкесия. Прямо сейчас продолжение остро сюжетного сериала «Небеса подождут». Приятного просмотра и ждите вестей. Субтитры создавал DimaTorzok